САМАРСКАЯ СРЕДА 26 и 27 июня в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии, посвященный первому исполнению знаменитого русского вальса. Какие музыкальные коллективы можно будет послушать в столице Поволжья? Чему научатся молодые музыканты во время встреч с художественными руководителями и дирижерами оркестров? В нашей студии Евгения Мищенко, заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара и Сергей Рыбин, дирижер Самарского муниципального духового оркестра. Евгения Борисовна, Сергей Александрович, добрый вечер. Я искренне рад вас видеть. Здравствуйте, Ян. Вы знаете, вот я лично впервые побывал на концерте духового оркестра в саду, к своему стыду, 6 лет назад. Всего на все, я считаю, что это, в общем, я много упустил. И меня тогда уже поразила энергетика вот этого события. То есть духовой оркестр на свежем воздухе среди деревьев, это были струкачи, это совершенно особое событие. Это отдельный концерт. Он звучит как-то иначе. Вот нас всех, поэтому, я считаю, ждет такое уникальное культурное событие, которое, я считаю, всем нужно посетить. Вот расскажите о программе фестиваля. Что там будет? Потому что это будет, ну, двойное удовольствие, свежий воздух, природа и духовая музыка. Да, Ян, действительно, 26 и 27 июня, совсем уже скоро, буквально через неделю с небольшим, в следующий выходной город принимает большой музыкальный праздник – фестиваль на Сокках Манчжурии. Ну, наверное, опять же, напомним, почему Самар, почему такое название. Мы с вами прекрасно помним, что в начале 20 века именно здесь, в Самаре, закончил свое легендарное музыкальное произведение композитор, капельмейстер военного оркестра Илья Алексеевич Шатров. Он жил в нашем городе, служил. И именно в Струкском саду, как мы предполагаем, и музыковеды нам об этом говорят, в 1907 году впервые прозвучал вальс на Сокках Манчжурии. Вальс в память о погибших воинах. Вальс, который стал, ну, таким вот одним из музыкальных символов нашей страны. Ну, наверное, действительно, все, любой сейчас напоет мелодию этого прекрасного произведения. Это событие на самом деле было. Это действительно событие. И именно у нас. Но надо еще, наверное, напомнить, что Шатров-то не просто служил, написал и уехал. Он уехал из Самары в конце 20-х годов. И нам тоже, наверное, предстоит еще и исследовательская работа. А после революции где он был, чем занимался? Мы понимаем, что он преподавал, преподавал в музыкальных классах, где это было. Что он свою культуру передавал. Это очень интересно, кстати. Это отдельная тема, кстати. То ли это музыкальное училище, которое сейчас уже тоже более чем столетнюю историю имеет, то ли какие-то из музыкальных классов. Это тоже впереди очень интересная такая исследовательская работа. Фестиваль в этом году, конечно, он очень масштабный. И это возможно в том числе благодаря поддержке Федерального министерства культуры. Духовой оркестр, дирижером которого Сергей Рыбин является, в прошлом году направил заявку. Очень серьезную, крупную. И проект был поддержан как грантовый проект. Поэтому есть возможность в этом году пригласить лучшие, пожалуй, коллективы не только Приволжского федерального округа, а у нас участники из четырех федеральных округов. Это и Урал, и Юг России, и, конечно, по Волжье. Поэтому вот такая очень достойная география участников. Среди них, ну, наверное, тоже Сергей подтвердит, кто вот из самых таких цитуловных, известных оркестра. Понятно, что хороши все, но есть просто совсем яркие команды. Ну, мы сейчас ждем на этот фестиваль очень хорошие коллективы. Они все будут хорошие. Но вот из всех хотелось бы выделить, это вот Пермский губернский оркестр, который представит очень красивую программу, и Нижегородский губернский оркестр. Ну, и, конечно, фишкой всего этого фестиваля будет выступление оркестра, Центрального оркестра Росгвардии. Это очень большой оркестр, который требует все такое внимание зрителей. Ну, вообще, насколько я знаю, как бы военные, духовые оркестры, это такая отдельная история, это отдельное такое событие в мире музыки, потому что, ну, во-первых, это действительно вот, кстати, прямая, скажем, они наследники, они наследники тех военных оркестров, которые участвовали в боевых действиях, и откуда, собственно говоря, все это идет. А с другой стороны, ну, это люди, которые должны вдохновлять воинов на такие вот, на героические поступки. Поэтому, насколько я понимаю, это отдельная такая, отдельная каста, правильно я понимаю? Ну, вот не зря вы в начале передачи заметили, что вас шесть лет назад, да, поразило звучание оркестров. А в чем секрет? Потому что это настоящая вибрация звука, которую вы услышали. Ага, вот, оказывается, что меня задело. Вот почему сейчас возвращается мода к виниловым пластинкам дома просто, потому что там тоже именно эта вибрация, она живая. Это для знатоков, для ценителей. Да, и поэтому природа тут за вас все выбрала. Я, кстати, вот очень пожалел, что я до этого не слышал. Я почему и сказал, потому что я, когда услышал вот эту музыку, я понял, почему так популярны были духовые оркестры в 50-е, 60-е годы, в Советском Союзе в 70-е годы. И я пожалел, что я вот эту культуру, кстати, упустил, потому что, ну, вот в годы моей молодости, юности этого не было. И, во всяком случае, я этого не видел. И вот сейчас хорошо бы это возродить. Я думаю, что это было, может быть, просто не удалось увидеть. Может быть, просто прошло мимо меня, да. Ну, потому что если мы говорим об истории духовых оркестров, они же берут все равно же начало от военных оркестров. Духовая музыка, как коллективная музыка, да, вот Сергей подтвердит, пожалуй, она создавалась в армии и для армии. Это еще вот буквально во времена Ивана Грозного первые были так ратные оркестры. И дальше при Петре I это очень здорово развивалось. Поэтому духовой оркестр – это изначально военный оркестр. И уже только вот, наверное, где-то в середине XX века это уже стало развиваться еще и как гражданское искусство. Поэтому, конечно, строгость, выверенный репертуар, патриотический репертуар – это, конечно, свойство любого духового коллектива. Это понятно. И именно благодаря его такой вот военной истории. Но при этом еще и импровизация. Это тоже как по отдельной теме. Оркестры тоже, потому что оркестры, ну это, наверное, во второй даже части программы нашей будет вместе с Дмитрием, потому что оркестры сегодня, гражданские оркестры, не только вот такой классический, или там, как это называется, регламентный какой-то репертуар исполняют, маршевый, но и эстрадно-джазовый репертуар. Конечно, это совершенно другое искусство, другое мастерство, но нашим оркестрам, в общем-то, под силу и то, и другое направление. Сейчас в составах оркестров духовых сидит джазовый оркестр, который может выступать отдельно. То есть при желании можно просто вот часть программы посвятить вообще джазовой музыке? Вообще духовой оркестр, он настолько универсальный сам по себе, он может исполнять и классическую, и эстрадную музыку, и камерную, и парадную. Поэтому это универсальный инструмент. Кстати, я ведь знаю, что там будет еще одно уникальное событие. Это вот эта массовая, ну, скажем так, массовая игра, или как это сказать, массовые выступления, когда, если я не ошибаюсь, более 300 музыкантов... Более 500. Более 500, да, вы меня поправили. Более 500 музыкантов будут одновременно исполнять вот некое произведение. А просто, ну, вообще с трудом себе представляю, как это будет выглядеть. Вот, как вы говорите, вибрации, то есть какие там будут эти вибрации? Мощные. А где это будет происходить? Ну, давайте, если коротко, да, напомнить про программу фестиваля. 26-е суббота в час дня стартует шествие по Волжскому проспекту. Это не просто идут музыканты и красиво что-то делают. Это настоящие концертные программы. Коллективы идут, останавливаются, делают дефиле. Давайте расскажем, что такое дефиле, Сергей Михайлович. Дефиле – это когда оркестр пришел на свое место, грубо говоря, выделенное этому оркестру. И на этом месте показывает плацконцерт. Несколько номеров, там, от трех до пяти для зрителей. С движениями, не только с движениями хореографической группы, но еще и с движениями самих музыкантов. То есть, ну, простым русским языком они играют и танцуют. Ну, можно так сказать. Иногда поют. И двигаются, иногда поют. Но это вообще потрясающе. Так, дальше. А надо сказать, что еще многие оркестры сопровождают хореографические группы. То есть, девушки красивые. Девушки, мажорет, спорт. Либо хореография. Прекрасные девушки с барабанами, с баттенами. Это такие специальные приборы. Это сейчас тоже развивается. Да, которые крутят и так далее. Да, да, да. Это все очень красиво. Поэтому, и помимо того, еще приезжают два специальных коллектива. Это лучшие коллективы мажорет спорта России. Один из Уфы и один из Сургута. То есть, вот такие вот группы барабанщиц и мажорет. Барабанщиц. Все-таки девушки. Девушки, да. То есть, ну, просто я сразу для мужчин, чтобы понимали, что приедут девушки с барабанами. Они очень красивые, и на фоне духовых оркестров они будут еще красивее. Вместе с ними, да. Вместе с ними. И надо сказать, что наш духовой оркестр, ну, тоже готовит свое дефиле. Вот Сергей, наверное, об этом может. Вот буквально прямо сейчас я пришел с репетицией. Мы готовим бомбу. Если кратко, не будем раскрывать, но будет... А где эта бомба? Будет взорвана и когда, и во сколько? Перекресток с Полевой. Волжские проспекты Полевая. Так. 26-й. 26-го числа. 26-го числа. В час дня. То есть, приходите, вот там как раз эта музыкальная бомба взорвется, и можно будет насладиться. И не только музыкальные, они будут и играть, и... Ладно, не буду рассказывать. И они тоже не одни, а у них тоже появляются прекрасные девушки. Ага, вот так вот. Ну, вот, кстати, очень правильно, потому что я считаю, что музыка без девушек, ну, это... Деньги на ветер. Это здорово, но все-таки, ну, это не совсем полное, скажем так, насладение. Ну, эффект, конечно, ярче становится. Сергей Александрович, вот, кстати, вопрос такой личный. А какие-то музыкальные инструменты уникальные будут? Я почему спрашиваю? Потому что я знаю, что вы любитель и знаток там. Вы играете, ну, дудуки, например, это я точно знаю. Вот что-то такое. А это тоже духовой, на самом деле, инструмент. Вот что-то такое будет, чем-то порадуете. Вот какой-то такой фишечкой уникальной. Ну, может быть, скажем так, в рамках программы, но что-то вот отдельное подготовили. Потому что ябот, например, дудук, это, ну, считаю, тоже отдельная такая история. Ну, конкретно на этом фестивале дудука не будет. Так. Но, вот что вы сказали по поводу инструментов, да? Вот департамент культуры города Самары сделал подарок нашему оркестру и покупает нам новый комплект инструментов. Классно. Это такое, это вообще просто... Как инструменты, кстати, Сергей? Мы ждем их еще. Ну, вот часть уже поступила. Часть пришла, и часть этих инструментов уже будет задействована в фестивале. Это инструменты высочайшего уровня. Не высокого, а высочайшего. То есть это больше, это самое лучшее, что существует вообще. Инструменты заказываются сейчас на фабриках. Их там делают. Под конкретной целью задачи под нами под нас. Для Самарского духового оркестра. Такого в России по пальцам пересчитать, и наш оркестр крайне благодарен за такой подарок. Ну, оркестр хороший. И еще наш оркестр будет выглядеть по-новому, во-первых, потому что у нас новые костюмы. А, еще и костюмы пошили. Да. Надо идти смотреть. Надо идти смотреть. Это будет вот только наш оркестр уже великолепное зрелище. Только ради нашего оркестра. А здесь из четырех регионов России приезжают. Не из четырех, из тринадцати регионов. Из тринадцати регионов это, ну, я считаю, что просто грех пропустить. Уважаемые гости, предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу, потому что, на самом деле, очень интересно. Анатолий Назаров хорошо знаком с репертуаром Муниципального Самарского духового оркестра. Каждый выходной он приходит в разные парки города, чтобы послушать и потанцевать под любимую музыку. С собой приглашает и друзей. Программа очень нравится. Вот конкретно сюда, вот сегодня я пришла первый раз, собственно, практически случайно. Вот друзья в лице Анатолия Назарова меня пригласили. И я очень рада, что я сюда пришла. Прекрасная музыка, отличная атмосфера. Замечательные люди. Мне очень нравится. Я прихожу уже не первый раз в этот парк, но я просто люблю очень танцевать под духовой оркестр и стараюсь не пропускать эти события. Взрослый народ знает, где, когда и во сколько. Мы с удовольствием приходимся. Кто-то посидит на лавочках, кто-то послушает музыку, кто-то потанцует. Это просто уникально для нашего города. Вдоль Попитерской сиреневый туман, калинка, ягода малина. В Парке Победы муниципальный духовой оркестр исполнил часовую программу более 15 композиций. Во время перерыва к нам присоединился Дмитрий Булдарь, доцент, старший преподаватель Самарского государственного института культуры. Дмитрий Александрович, добрый вечер и спасибо, что пришли. Добрый. — Ну и о чем бы хотелось еще поговорить? Вы знаете, ведь духовые инструменты — это не только классика, это еще и джазовая музыка. Это, на самом деле, очень большой пласт. Вот как людей научить понимать эту музыку, как научить ее оценить? Ну, может быть, вернуть то, что мы, к сожалению, утратили за какие-то годы, наверное, последние 20-30 лет. Как вы считаете? — Ну, музыка — это, в принципе, музыка, неважно, она академическая, джазовая, фольклорная и так далее, да? Как научить? Надо просто, чтобы она была и чтобы ее слышали, да, люди? — Ее надо слушать. — Потому что какая функция вообще у музыканта? Функция — это образование населения, так скажем, да? И не зря есть такое выражение, как профессиональный слушатель. И вот чем больше профессиональной музыки будет вокруг нас, что было, собственно, не так давно еще, да, когда любой кинофильм, любая передача озвучивалась не простым каким-то битом, набранным мышкой, да, на компьютере, а озвучивалась живым оркестром, эстрадным, джазовым, академическим. — Профессиональным оркестром. — Ну, естественно, под который и писалась музыка, либо брались какие-то хиты мировые, да, и, опять же, и академической музыки, вот. И тогда это действительно звучало и со всех радиоприемников, с экранов телевизоров, и уж тем более, что говорить о концертных площадках. Поэтому народ был к ней готов, каждый человек понимал, что должно звучать, как звучало, соответственно, и мог и критично это воспринимать, и большая ответственность была и у самих музыкантов, у самих коллективов, и у руководителей коллективов. Ну, конкуренция и, соответственно, востребованность. — Вот, кстати, вы очень интересную фразу сказали, я, честно сказать, даже не думал вот в таком разрезе о том, что основная задача музыкантов — это образовательные функции, то есть основная функция. Неожиданно, ну, наверное, я с вами соглашусь. И вот в этой связи, смотрите, какая ситуация. Фестиваль предусматривает образовательную как раз программу, и это очень важная вот составляющая этого фестиваля. Расскажите тогда вот о ней, то есть что предусматривается, какие программы, какие проекты. Потому что это тоже очень интересно и очень полезно и послушать, и посмотреть. — Я вам, наверное, скажу так. Вот мы фестивалями духовых оркестров, они посвящены и Дню Победы, и Самарскому Знамени. Проводим вместе, как ни странно, джазовые ассоциации, которые Михаил Куликов возглавляет. — Да, еще один важный момент — возглавлять джазовую ассоциацию. С такими патриотическими проектами мы уже ими занимаемся достаточно много лет. Так вот, Михаил Геннадьевич что говорит? Вот с тех пор, как мы стали проводить вместе такие фестивали, вся область приезжает, вся Самарская область, в музыкальное училище появился конкурс на духовые инструменты. И если 10 лет назад было буквально там, буквально, ну, наверное, 12 всего музыкантов, духовиков, то сейчас полный оркестр духовой в музыкальном училище. То есть работа по проведению каких-то творческих мероприятий, фестивалей, смотров, она все равно сподвигает ребят, педагогов, готовится, заинтересовывает. Они изучают репертуар духовых оркестров, они изучают вообще по репертуару оркестров, изучают историю Отечества. И тут уже не ошибешься, что в какой год было написано. Поэтому вот это очень такая вот важная образовательная миссия любого, наверное, вот духового фестиваля. Ну а что, если говорить про наш конкретный фестиваль на Супках в Маньчжурии, то действительно к нам приезжают два таких известных специалиста для того, чтобы заниматься с нашими детскими духовыми оркестрами. А вот так вот даже? Да, это будут мастер-классы, приезжает Андрей Балин, это бывший военный дирижер, человек уникальный, умеющий, как вот уже кто принимал участие в его мастер-классах, как говорят, буквально за час приходит один оркестр, уходит вообще совершенно другой. Играет, звучит по-другому. Что он делает? Ну это, наверное, вот какой-то его особый талант. Это Москва. Приезжает Владимир Лебусов, это профессор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, он трубач, он дирижер, он будет как раз-таки мастер-классы давать для студентов Института культуры. Потому что важно, чтобы слышали, видели лучших, самый интересный опыт, как это можно делать и применять здесь. Ну и, наверное, важно то, что ребята, наши духовые оркестры, они встретятся в парке Гагарина, и пройдет еще и такая вот детская программа, будут играть на двух площадках, на сцене «Ракушка», на главной сцене. Опять же, программы будут и классические, вот и опять в сторону Дмитрия, да, и джазовые программы. Поэтому вот, ну нет у нас вот такого разделения классика или джаз. Вот как-то так. Кстати, если говорить о том, что разделение есть или нет, Дмитрий Александрович, а как ваше сотрудничество с бутами продвигается? Потому что я знаю, что вы же работаете с этим великим музыкантом. Ну, я сейчас, как самый главный представитель нашего образовательного учреждения, главного нашей Самарской области, это Самарский институт культуры, вот, хотел бы пару слов как раз об этом рассказать. У нас прошел такой знаменательный круглый стол в октябре месяце, в начале октября, вот, инициированный как раз нашим новым ректором Ольгой Сергеевной. И под приезд Игоря Бутмана с его замечательным оркестром, одним из самых лучших оркестров, ну, в нашей стране это точно, и очень знаменательный в мире, вот, был разговор по поводу того, что как раз образование – это тот двигатель всей музыкальной сферы. Ну, мы сейчас про музыку говорим, да? Про музыкальное образование, конечно. Потому что, ну, откуда взять оркестры, откуда взять музыкантов, да? Мы можем говорить, что этот артист лучше, этот лучше, или там тот развивает направление. А откуда все появилось? Школа, училище, вуз. И после вузовое образование, когда вся эта вертикаль работает в связке, когда везде идет развитие, тогда, конечно, у нас будут и артисты, и будут слушатели, которые будут понимать. Вот, значит, по поводу Бутмана, у нас, наш институт культуры, сейчас уже заключены какие-то соглашения с Академией джаза Бутмана в Москве, поэтому у нас будет непосредственное сотрудничество, наша образовательная вся деятельность будет развиваться, и как раз московские коллеги, которые занимаются образованием в Москве, будут непосредственно принимать участие в наших образовательных программах уже со следующего года. Прекрасно. Да, это одна из самых замечательных новостей, которые... Это отличная новость для мира музыки. Для мира музыки, для самарского разведения джаза самое главное, да, потому что какие-то дисциплины, сейчас это уже обсуждается, что-то уже... Ну, когда будет полностью уже все договорено, анонс, понятно, мы это где-то, опять же, скажем, может быть, и у вас в программе. Мы с удовольствием вас примем. Да, мы с удовольствием вас примем. Это надо отдельно рассказать. Отдельная программа. Так что сотрудничество уже будет, предметы какие-то будут вестись, наши студенты будут получать практику в Москве. Это вообще только позавидоваться. Да-да-да, это фантастическая возможность, вообще такое очень редко... Прикоснуться к лучшему. Редко в нашей, опять же, музыкальной среде, да, вот эти вот... Обмен студенческим опытом, обмен педагогическим опытом, поэтому что-то будет развиваться. Фестивальная какая-то деятельность, конкурсная деятельность. Педагоги московские будут у нас чаще, чем мы их видели, и будут конкретно по нашу душу, так скажем. Это замечательно. Уважаемые гости, предлагаю сейчас сделать паузу, посмотреть интересный сюжет. Сюжет этот касается такой важной темы, как раз, как популяризации музыки. И вот эта работа, она на самом деле, именно духовой музыки, она может быть совершенно необычной. То есть в той форме проходить, о которой мы, ну, к сожалению, даже, может быть, забыли, но благодаря как раз муниципальному духовому оркестру эта работа идет. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Благодаря усердному и кропотливому труду аграрии в Самарская область попала в списки лидеров России по земледелию и животноводству. Фермерам удалось не только обеспечить продовольственную безопасность региона, но и перевыполнить показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Собрали 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Самая высокая урожайность в Ставропольском районе. Самый лидирующий, значит, район – это Ставропольский, где уже намолотили 220 тысяч тонн зерна. И нам еще остается убрать позднюю культуру – это кукуруза на зерно. Это, конечно же, прибавится к этой цифре. Высокие показатели урожайности вдохновили самарских музыкантов. Они решили поблагодарить аграриев за добросовестный труд. В рабочий полдень организовали концерт для фермеров прямо в поле. Популярные лаконичные мелодии звучат в таком месте впервые. Самарский муниципальный духовой оркестр выступает в поле под Тольятти, а в импровизированном зрительном зале работники сельскохозяйственной отрасли. В этом году им удалось собрать рекордный урожай зерна. После первого взмаха дирижерской палочки слушатели немного смущались, но уже после нескольких композиций начали дружно аплодировать и подпевать музыкантам. По словам главного дирижера оркестра Марка Когана, коллектив не выступал на подобных площадках уже около 30 лет. Но этот опыт пришелся музыкантам по душе. Желание повторить наш концерт вызывает во мне очень теплые чувства и хорошие эмоции. Это то, что, безусловно, надо возрождать. Возрождать именно потому, чтобы обмен между, условно говоря, городом и селом был на постоянной основе. Для исполнителя важно, какая публика. Вот сегодня публика, у них горели глаза, они кричали «Браво!», они подпевали солисту, они пританцовывали. То есть мы видели, что наша музыка, наше исполнение дошло до их сердец. А это, мне кажется, самая главная награда для музыкантов. Концерт муниципального духового оркестра в Ставропольском районе прошел при поддержке регионального правительства и администрации Самары. Когда я вижу вот такие сюжеты, я понимаю, что на самом деле зрители и слушатели у традиционной такой классической и не только классической, у духовой музыки они будут. Дмитрий Александрович, вот мы начали говорить о том, что такое духовые инструменты и что такое джаз. Вот давайте, как бы у нас есть немного времени, вот об этом расскажем. Ну, есть самая первая аналогия у любого человека вообще с понятием джазовой музыки, да? Саксофон. Все. Это главное. Сразу, да. Там уже пытаешься доказать, да нет, это фортепиано, это ударные, это там еще какие-то инструменты, да, труба, тромбон, саксофон. Это первая ассоциация. Дальше, понятно, духовой биг-бенд, что такое? Вот сидят духовики, да, три группы инструментов, саксофоны, трубы, тромбоны, да, они там трубы там сверху, такие яркие, да. Вот. И там ритм-секция уже в поддержке уже, которая задает вот этот вот драйв, но на самом деле, убери ритм-секцию, в принципе, останется все то же самое. Духовики, конечно, и джазовая музыка – это в первую очередь духовые. Что надо джазовой музыке делать? Надо развивать духовые инструменты. Ритм-секция у нас, слава богу, плюс-минус работает, да, где-то по остаточному, где-то новую кровь получает. И вот опять же хотелось бы сказать, что у нас в институте появляется сейчас возможность для набора духовиков, для набора дополнительных студентов, потому что что происходило вообще у нас и в стране в целом? У нас сокращались бюджетные места. Вот в этом году, дай бог, у нас увеличивается как раз для битурентов, если вдруг кто-то слушает. То есть наоборот? Наоборот, конечно, да. Процесс идет в нужный прогресс. Да, тут вопрос как раз конкурса, да. Появляется конкурс, значит, будут появляться места. Появляются люди, которые хотят развивать, которые хотят, чтобы музыка игралась. Потому что что такое воспитывать студентов? Для меня. Я как доцент, уже доцент, да. И старший преподаватель? Нет, только доцент. Только доцент. Я, слава богу, уже, да, перешагнул эту ступеньку. Теперь мы идем дальше. Вот. Я вижу, что студенты вузов, в первую очередь, это уже профессионалы, которые как раз задают и тот тон музыкальный, профессиональный, и планку определенную. Потому что студенты вузов, это уже преподаватели музыкальной школы, это преподаватели музыкального училища, уже студенты вузов, выпускники уже тем более. Вот. И это, собственно, музыканты, которые коллеги наши. Я воспитываю не студентов, я воспитываю коллег. Я хочу видеть у нас в городе биг-бенд джазовый. А откуда его взять? Это как раз студенты. Нужны кадры. Это студенты, которые поступают, которые получают полноценное образование, которые уже играют, которые уже выступают, уже концертируют. Соответственно, получается тот самый биг-бенд, который, я думаю, у нас в городе тоже будет джазовый биг-бенд. Ну что ж, уважаемые гости, спасибо за интересную, содержательную беседу. И я уверен, что вот это событие, о котором, надо еще раз напомнить, фестиваль на сопках Маньчжурии, он как раз, опять же, поможет развитию джазового движения, потому что, на самом деле, музыка-то она единая, и это просто, скажем так, различные ее направления, а музыка в целом вечна. Поэтому увидимся на фестивале, увидимся на концертах, и я надеюсь, что там будет все еще интереснее, чем, как мы сейчас рассказывали. И напоминаю, в нашей студии были Евгения Мищенко, как изместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара, и Дмитрий Болдырь, доцент Самарского государственного института культуры. Напоминаю, фестиваль стартует 26 июня. Приходите, будет интересно. Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова